Итак, всем привет! Сегодня мы поговорим о приседаниях, о соревновательном приседе и о том, как правильно его выполнять. Видео, повторюсь, предназначено для начинающих спортсменов, но думаю, всем оно пойдет на пользу. Так, поехали! В приседе существует две команды. Это скотт и рек. Вы должны выйти на помост после того, как вас пригласил секретарь, снять штангу со стоек. В случае с монолифтом, если вы отходите от монолифта, отходить от монолифта можно в федерациях ВПЦ, ВПА, либо ВУАП. В этом случае можно отходить от монолифта. Если вы отходите, вы должны предупредить старшего судью о том, что вы собираетесь снять штангу со стоек и с ней сделать шаг назад. Для чего? Как только вы снимете штангу со стоек, судья может подумать, что вы готовы к приседу и даст команду сесть. Если после этого вы сделаете шаг назад, ваш подход будет незащитным. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. В федерации ГПЦ отходить назад запрещено правилами. Вы можете устанавливаться, то есть делать ноги чуть шире, чуть уже, непосредственно на линии штанги. То есть вы сняли штангу из монолифта, устанавливаете ноги, как вам удобно, при этом не отходя ни назад, ни вперед. После того, как вы установились, проследите, чтобы обязательно были полностью выпрямлены колени, вы встали ровно и смотрели на судью. В этот момент судья вам дает команду скот и машет рукой вот так вот сесть. В этот момент вы начинаете приседать. Не раньше, не одновременно с командой. Обязательно дождитесь команды. Если вы присядете раньше, подход не будет зачитан и вы будете расстроены. Внизу сидеть со штангой на плечах не надо. Многие атлеты, особенно начинающие, особенно, кстати, девушки почему-то, присаживаются, сидят внизу и смотрят на судью. Судья, что случилось? Знаете, ну, говори, чтобы я встала. То есть вот такие послушные девушки у вас бывают. Но ждать команду не надо. Вы приседаете и встаете без команды. То есть вы поднимаете вес, встаете из приседа без команды. После того, как вы встали, нужно обязательно полностью выпрямить колени, закрепиться и смотреть на судью, ждать команды рэк. Или стойки. И только после этого ставить штангу на стойке. Важно. Если вы, когда в момент приседа, вам становится как бы тяжело, вот штанга вас давит, вы встаете, не надо ее ни в коем случае сбрасывать. Вокруг вас ассистенты. Как только вы пойдете вниз, у дяды с команду помочь, либо даже ассистенты сами, они вам помогут поставить штангу на стойке. Сбрасывать не надо, это опасно. Как минимум вы можете повредить ассистентов, как максимум себя. Какие бывают ошибки сны в приседе? Ну это, как вы уже поняли, первая ошибка. Это присед без команды. Обязательно дожидаться команды, сесть или по-английски склот и отмашки рукой. И садиться только после нее. Не одновременно. То есть бывает, что судья машет рукой склот, а атлет уже садится. Но ему, конечно, не засчитывают. Потом атлет прибегает вот с видеокамеры, начинает показывать всем судям, кричать. Ну судья, что-то махнул рукой, да? Нет, ребят, после команды. Отмашка прошла, тогда садимся. Присесть нужно до, соответственно, угла, то есть не до параллели. Нет никакого допуска по параллели и прочих вещей. Все очень просто. Складка вашего тазобедренного сустава должна быть ниже верха коленного сустава. Для этого там сидит аж трое судей. Они этот угол, естественно, смотрят. Встать. Какие еще бывают ошибки? Неравномерное включение, неполное включение коленек. То есть вы встали и стоите, грубо говоря, на полусогнутых. Это часто бывает у тех атлетов, которые бинтуются. Поэтому важно этот момент контролировать. Судья не будет ждать, пока вы выпрямитесь. Как только вы заканчиваете движение, то есть останавливаетесь, будет команда на стойке. А дальше уже может и не повезти, могут не засчитать. Бывают еще ошибки в принятии стартового положения. Чрезмерная штанга опущена вниз, сзади. Этим обычно страдают девушки. И не во всех у нас, кстати, есть еще некоторые другие организации. Наблюдая, как там судят, это какой-то кошмар. То есть люди кладут штангу чуть ли не на середину спины и так приседают. Это, во-первых, опасно. Можно сломать руку. То есть штанга может пойти дальше назад и выломать руку. Но самое главное, что противоречить правилам. Это дает преимущество. Так, конечно, приседать легче. За счет более короткого рычага спины. Поэтому 5 сантиметров от дельтовидных мышц. Это прописано в правилах. Можете их изучить. Любые шаги уже между командами склот и рек за причиной. То есть вы установились, команда склот, все. О перемещениях ногами забываем. У нас бывает тоже, вот я сталкивался с удействием. Тоже девушки почему-то бывают. Вот она становится на семенит, семенит с этой штангой. Семенит, ну как ломбаду танцует, да? Вроде бы встала. Судья идет команду склот. Она все равно на пол шажочка ногу опять переместила. Ну и, конечно, не считают, то есть проблема. Важный еще момент. Есть такой пункт в правилах сваливания штанги. То есть если после команды на стойке штанга с атлета упала, то есть он, грубо говоря, с ней не удержался и рухнул, или сбросил ее, то такой подход тоже не засчитывается. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Контролируйте штангу до самого конца. Что еще? Важный тоже, на мой взгляд, момент, который часто забывают спортсмены. Если вы вдруг, ну не дай, это не только приседа касается вообще, не дай боже, с каким-то подходом не справились, важно подойти и заказать следующий. Даже если вы планируете поднять тот же самовес. Никаких автоматических перезаказов веса не существует. Я не знаю, кто это придумал, типа, ну я же не присел, значит вы меня автоматически запишите. Нет. И из-за этого вы можете потерять свой подход. В любом случае, присели, засчитали, не засчитали, в течение минуты пошли заказать следующий подход. Это важно. Ну, на этом у меня все. Будут еще короткие видео, надеюсь, полезными. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы, комменты, там все, что угодно. И до встречи на помосте.